Продолжим. Общественники и депутаты предлагают усилить контроль в сфере косметологии и пластической хирургии. В правительстве подтвердили, количество жалоб на процедуры в бьюти-индустрии растет с каждым годом. Если в 2022 году было 37 обращений, то в прошлом уже почти в два раза больше. Какова ситуация на данный момент узнала шеф-корреспондент Светлана Пенькова. Бахыта Дамбаева два года назад решилась убрать грыжи под глазами в своем родном городе в Шемкенте. Но помимо основной операции перенесла уже несколько переделок. Однако дефекты остались. И теперь ей требуется наращивание кожи. Глаза в размере уменьшились. Во-первых, раз. Левый глаз у меня вообще узкий стал. Он не закрывается. Рубцы у нас большие такие, прям, знаете, грубые рубцы. Даже на ощупь она чувствуется. Постоянно нервный тик стал. Глаза вот так мигают. С жалобами на этого мастера в Шемкенте обратилась не только Бахыт. Она сказала, что она исправит. Я спросила, а как ты обратно вернешь все на свои места? Ты ведь их испортила. Я не знала, что мне делать. Пошла к участковому. Он направил фармконтроль писать заявление. Они начали проверку и после двух месяцев обнаружили, что у нее нет лицензии на операции. Что она обычный терапевт в поликлинике. Она, оказывается, все еще учится. Нет диплома пластического хирурга. После обращения пострадавших правоохранительные органы начали проверку. При этом до судов дел по оказанию услуг в бьюти-индустрии доходит крайне мало. Новые процедуры, операции на рынке появляются быстро. А вот нормативные акты, стандарты и правила за ними не успевают. Если нет стандарта, не разработан, то нет и специалистов в этой сфере, которые могут оценить, насколько совпадает качество. Я думаю, что выход из этой ситуации, разработка четких стандартов на какие-то виды услуг и, естественно, съемка. Они отдают снятый материал потребителю. И потребитель, если возникают какие-то проблемы, он уже тогда может показать, какие манипуляции с ним производили и насколько они были безопасны. Зачастую в салонах красоты, в каких-то сомнительных кабинетах, в каких-то арендованных помещениях, без соблюдения должных санитарных норм и правил могут вот такие услуги оказываться. Просто вот любой человек на сегодняшний день может стать в один день, может стать косметологом. Он может записаться на эти курсы. Реклама свободно размещается в соцсетях. Мы решили проверить и просто вбили в поисковик курсы косметологов. Предложений на рынке много. Из трех рандомно выбранных мне, как человеку без медицинского образования, отказали только в одном. В двух других посчитали этот пункт несущественным. А ничего же, да, что у меня медицинского нету? Ничего страшного здесь, да? Ничего страшного, ничего страшного нет. Могу потом номера вам дать, и вы онлайн можете медицинское образование получить. А так тоже можно, да? А то я читала, что сейчас медицинское образование нельзя удаленно. Нет, обучают. Вы же будете просто боток, шкалу, увеличение губ делать. Большой же, да, спрос на такие курсы? Конечно, за такую сумму. Я сама на видеокурсах все отучилась. А вот так живую столько платить денег, это невыгодно. А вы сейчас проводите, да, все эти процедуры, раз отучились, да, все можете зарабатывать? Да, да, у меня в салоне там, я сначала работала, сейчас у меня девочки работают, они также на видеокурсах у меня отучились, купили у меня видеокурсы, и у меня теперь работают в салоне. Какие специалисты выйдут после такого обучения, можно только предполагать, но попасть к ним на прием точно не хотелось бы. Поэтому депутаты, помимо стандартизации, предлагают усилить контроль за теми, кто обучает косметологов. Светлана Пенькова, Легдис Умаров, Астана, Первый канал Евразия.